Рано или поздно, я так позволю себе сказать, вы уверены, что режим Лукашенко падет. И вот скажите, как вы считаете, а что будет с сыновьями, вот что будет с семьей Лукашенко? Ну вот здесь сложный вопрос, да, во-первых, как сыновья себя поведут в критический момент. Мы видели, что других диктаторов не всегда сыновья держались за своих родителей, и не всегда перенимали те самые повадки и поведение. И мы видим, что сыновья у него тоже очень разные. Там и Виктор, Дмитрий, и Коля, это такие три разных человека. Просто интересно, как они будут себя вести. Будут ли они там с Калашниковым бегать и стрелять людей, как это в 20-м году Лукашенко показывал со своим Колей, который также бегал с Калашниковым, или они там поддержат перемены и демократический путь Беларуси. Такой вариант возможен. Конечно, если они встанут в ряды вместе с Лукашенко и будут отстреливаться, там защищаться, свою власть незаконно удерживаемую, то, конечно, их ждет трибунал, следствие, как и всех других. Имеют ли они будущее политическое? Вообще не верю, не могу себе представить. Это не Азербайджан, это не Центральная Азия, где такая царская передача власти, возможно, по наследству. Беларусы наелись. Здесь Лукашенко система как бы удерживается, но удерживается не потому, что Лукашенко ведет себя отлично, а потому что вот он какой-то статус-кво сохранился, он репрессиями загнал в подполье протест, но любое дуновение ветра, изменение экономической ситуации, успех Украины, он может очень быстро изменить статус-кво и привести систему к коллапсу. И Лукашенко это чувствует, он чувствует, как общество напряжено, реагирует на разные вещи. И хоть сегодня вообще нет такой уличной активности, но как только там перестанут задерживать или уберешь там с улицы этих головорезов милиции КГБ, сразу люди снова выйдут. И я не думаю, что его есть какое-либо будущее у Лукашенко, я думаю, что он отлично понимает, что сейчас обратный отчет уже начался для него. Я не говорю, что он там завтра пойдет, это может занять долгое время, как видите, как и война и победа Украины затягивается. Но если это начнется, это будет очень быстрый процесс и, как правило, самый неожиданный момент. Правда, как вы считаете, когда Украина победит, что будет в этот момент, кричит Лукашенко, я знал, и что он будет говорить? Да, скорее всего, он с инстинкта самосохранения будет орать, как он поддерживал строить из себя такого крипто-украинца, что у меня же фамилия украинская, я же всегда был за вас, пытаться давить на жалость, пытаться замусолить тему. Говорит, я же не пустил белорусов. Не пустил белорусов, я же поддерживал Украину, он будет выкручиваться. И вот в этот момент, конечно, нельзя ему верить, нельзя спустить ему ответственность с рук. Если мы простим, если мы забудем, если не будет правосудия, то просто через какое-то время новая диктатура, новая Лукашенко появится. А наша задача не просто довести Беларусь до перемен, а наша задача сделать так, чтобы больше никогда таких Лукашенок в Беларуси не было, и чтобы Беларусь никогда не вернулась в диктатуру и в тоталитаризм, который мы наблюдаем сейчас. Пронак, если позволите, попрошу вас прокомментировать встречу Путина с Кадыровым. Кадыров на этой встрече хвастался успехами чеченских военных в зоне боевых действий в Украине. Перед этим президент сказал о положительной динамике в республике в значительной степени благодаря Кадырову и его команде. Вот после того, как Кадыров выставил вот это вот видео, где его сын избивает человека, скажите, и вот эта встреча с Путиным теперь. Кадыров что, претендует, скажем так, на роль Прибожина? Я думаю, что у Кадырова роль не менялась. Он всегда демонстрировал лояльность Путину. У них такие отношения. Я признаю тебя, ты уважаешь мою территорию. У него есть своя автономия, абсолютно полная безнаказанность, полный контроль над людьми в Чечне. И ни Кадыров от этой схемы не откажется, и Путин не откажется. Это очень удобно для Путина, как и контроль над Лукашенко. А Кадырову зачем, как вы считаете, понадобилось выставлять вот это вот видео? Чтобы что, показать, демонстрировать, что вот я еще тут, мне никто не указ, я тут сам принимаю решение? Вот зачем это все было? Ну, да, я думаю, что вы правильно ответили, что это просто демонстрация безнаказанности. И диктаторы, такие как Кадыров, Путин, Лукашенко, они живут именно из-за того, что могут нарушать законы и не нести ответственность. И этим они отличаются от любых демократических лидеров, где каждое слово, где каждое твое действие, оно влечет последствия. И этим мы отличаемся от них. И именно это должно нас отличать и показывать, демонстрировать обществам, почему мы не такие, как они. Ну, в России это возможно, потому что в России общество много веков не жило при полноценной демократии. Они привыкли к таким отношениям. Но я думаю, что белорусам, украинцам, всем европейцам, это вообще чуждо. И ни в коем случае нам нельзя никогда в будущем в истории перенимать такие повадки. Если ты публичное лицо, политик, чиновник, тем более президент, ты имеешь власти, возможности и полномочия. Но в первую очередь ты несешь ответственность. И вот эту ответственность надо обозначать. И мы с вами, белорусы, украинцы, должны будем провести большую работу над ошибками, чтобы каждый виновен. Неважно, в коррупции, в преступлениях, в человечном отношении, в убийствах, чтобы каждый нес ответственность. Субтитры создавал DimaTorzok